Лето 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 Субтитры создал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 И вот у меня с плечами 15 этнографических экспедиций. Мне рассказывали много историй, мне рассказывали много примет на погоду, на природу и так далее, и так далее. Я однажды задумалась, ну как же это так? Такая интересная культура и вдруг погибнет. Этого нельзя допустить, ведь мы с вами, граждане России, вот чем для нас дорога наша Родина? Не только то место, где мы родились, где наш дом, где наши родители, а еще и культура, а еще и сохранение этой культуры, а еще и память о предках. Вот верно говорят, если мы забудем прошлое, предадим нашу культуру, у нас не будет будущего. Поэтому мы на парад 9 мая ходим. Ходим? Да! Конечно, и будем ходить, да? Мы помним, как зовут наших бабушек, дедушек, прабабушек. Помним? Да! Молодцы! Значит, у нас у всех есть будущее, и никакой враг нам не страшен, потому что просто они не посмеют нас задушить, сломить и уничтожить. Вот то, что мы с вами сегодня будем смотреть, слушать, это тоже Родина, это часть нашей Родины, огромной нашей России. Ну, давайте мы вот с чего начнем. Вот книга наша, она одна из четырех книг, их будет четыре. «Красные качели» — это книга про лето, а еще будет про весну, про зиму, про осень. Вот как вы думаете, а почему я придумала такое название? Мне иногда спрашивают, почему вы придумали такое название «Красные качели»? Про лето. Вот кто догадается? Так, ребятушки, я вам еще вот какой секрет открою. Я с собой привезла волшебные конфеты. Наташа, покажите конфетку одну, да? Они называются «Анна Ким». Тот, кто будет активно участвовать, получит такую волшебную конфету. На нее можно загадать желание. Ну, а желание должно быть бескорыстное. А что такое бескорыстное желание? А? Ну, мы все знаем, не будем сейчас допросу спрашивать. Корыстное и бескорыстное. Если вы загадаете «Хочу новый автомобиль и дачу», не сбудется ни за что. Поэтому вот сидите и думайте, какое бескорыстное желание вы могли бы загадать на эту конфетку. Почему называется «Анна Ким»? Ну, «Анна» — это мое имя, а «Ким» можно расшифровать так. Книги и музыка. На мои стихи написано очень много музыки. Они стали популярными песнями. Ну, захотите, можете в Ютубе набрать песни на стихи «Анна Гальдамак», и вам там около 50 замечательных песен. Песни поют в нашей филармонии, в нашем музыкальном училище, ансамбль купе, и еще много-много чего. Но это уже отдельная тема. Итак, значит, книга у нас... Давайте представим страницу. Книга у нас разделена на разделы июнь, июль и август. Вот, посмотрите, вот такие вот рисунки. Это из открыток дореволюционных художница вырезала сюжетные картинки и поместила в книжку. Это не художники нарисовали. Вот особенность моих книг... Это у меня не первая книга. Первая книга, самая популярная, тоже ее полюбили в России читать, она называется «Друг мой дождик». Ее уже остались только два экземпляра у меня. Остальная вся разошлась в России. Вот, и посмотрите, какие чудесные картинки. Красивые лица. Красивые девочки и мальчики. Узнаваемые животные. Здесь и загадки. Здесь и поговорки. А еще, знаете, я описала здесь игры моего детства. Я родилась в 1955 году. Ну, сколько мне лет? Много. И у нас в нашем детстве... Вы знаете, у нас даже шоколады не было. У нас не было телевизоров. У нас не было телефонов. Но зато у нас было очень много игр, в которые мы играли. Мы никогда не скучали. Даже мы собирались, если небольшой компанией, два-три человека, мы все равно играли. Игр было очень много. Я уверена, что вот те, кто эту книжку изучат, они игры эти захотят в эти игры поиграть. И узнают много интересного. Много, например, примет на погоду. Вот мы сейчас, да, слушаем синоптикам. Нам говорят, местами дождь, местами снег, Возможно, порывистый ветер или еще что-то. Вот в мое детство мы не знали от синоптиков, какая будет погода. Мы умели эту погоду определять по поведению животных, по закатам и рассветам. А вот скажите мне, пожалуйста, вы за звездами наблюдаете? Да. Наблюдаете? Да. А вот поднимите руку, кто не наблюдает. Ни разу не наблюдал. Не наблюдал. Опустите ручки. А кто наблюдает за тем, когда распускаются дувальчики, а когда они не распустились утречком? Видели такую картинку? А вы не задавали себе вопрос, а почему? Вы задавали? И пожалуйста, а вы на этот вопрос, ответ получали откуда-то? Да. Ну, ты скажи, пожалуйста. Когда дувальчик закрывается... Да, вставай. Вставай и говори. Громко говори, чтобы все слышали. Когда дувальчик закрывается, значит будет дождик. А когда он открывается, то дождя не будет. Правильно. Так, как зовут тебя? А, Саша. Саша. Саша у нас получает первую волшебную конфетку. Молодец. А вот я вам сейчас прочитаю стихотворение. А вы попробуйте отгадать, что это за примета такая. С утра сидит кукушка у леса на опушке. Без устали кукует, как будто бы колдует. То давняя примета зовет кукушка лето. И лето отозвалось. Оно не затерялось. В наряды нарядилась. Во всей красе явилась. Что за примета? Так, у нас девочка вот сидит. Бочочко. Первая руку подняла. Что за примета? Скажи. Вставай. Скорее всего, даже арка будет. Нет, неверный ответ. Так, мальчик, позовут тебя? Роман. Твоя версия? У кукушки есть примета. То, что она на колдует сколько лет осталось. Нет, это другая примета. Еще вариант. Итак, у нас девушка симпатичная сидит на последнем рядочке. Как зовут ее? Женя. Женя. Ну, давай твоя версия. Когда прилетает кукушка, наступай для этого. Когда прилетает? Ну, как? Ну, лето начинается, но не считай о лягушке. Ага. Так, значит, у кого еще какие версии? Так, садись. Так. В зеленой шапочке у нас. Красавица. Кукушка. Как зовут? Кристина. Кристина. Твоя версия? Кукушка без устали и уходит, значит, будет лето. Значит, будет лето. Так, ну, это более точный ответ. Да. Вот такая вот примета, что именно на опушке сидит кукушка и кукует без устали. У нас, мы знаем другую примету, да? Кукушка-кукушка. Сколько мне лет жить? И кукушка начинает. Кукует, кукует, кукует. Уже говорит, да хватит, я столько не проживу. А она все кукует и кукует. Это другая примета. А вот именно на опушке, когда кукушка кукует, вот тогда придет лето. Итак, мы нашей Кристине даем волшебную конфетку. Не забывайте загадывать желание. Ну, книжка вызвала большой интерес. И в Москве нашлась ученая. И она дала очень хорошую рецензию этой книжке. Вот послушайте, что она говорит об этой книге. Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать на презентации книги «Красные качели» Анны Александровны Гайдамак, нашего любимого литератора. И эта книга была создана в цикле «Годовое колесо». Книга «Красные качели» Анны Гайдамак – настоящий подарок для каждого ребенка. Красочная, живая, интересная. Она написана в жанре диалога автора со своим маленьким читателем. Анна вспоминает свое детство без интернета и смартфонов, как время полное живых веселых игр, считалок, загадок. Именно так и построен текст, как игра, а не заигрывание с ребенком. Живая игра включает в себя тексты стихов, поговорок, считалок, загадок, примет, связанных с летними месяцами. Июль, июнь, август, месяцы лета. И каждая из них имеет свой характер, свои приметы, свой особый колорит. Анна Гайдамак создает книгу на основе своего богатого опыта этнографических экспедиций. За время ее просветительской и исследовательской работы был собран богатейший материал по народно-обрядовой культуре населения Среднего Положия, Ивановской и Констромской областей. Семейно-бытовые календарные обрядовые праздники, диалектные слова и выражения, песенный и частушечный фольклор, рецепты народной медицины и предания. А отдельной любимой темой ее интереса стала отечественная культура детства, которая формировалась в естественных условиях семейного быта и труда, коллективных игр, традиционных праздников русского народа. Важным является и то, что стихи в этой книге, книге «Красные качели» написаны в легкой игровой форме. Автор создает особую ритмику слов в строках, иногда меняя ударение, придумывая новые речевые обороты. Эта живость языка связана с русской языковой речью и в том числе и с детской речью, в которую все время привносятся элементы фантазии. И как раз в свое время эту детскую речь, эту фантазию придумывания новых слов хорошо изучил и приметил в своем творчестве Корней Иванович Чуковский. Ценно в книге то, что каждое стихотворение несет в себе ясные, понятные образы каждого месяца года, которые надолго останутся в сознании ребенка. И содержание книги «Красные качели» способствует развитию эмоционального интеллекта, речевого аппарата и творческих способностей детей. В итоге создается, я бы сказала, атмосферная книга, в которой авторские стихи о природе, летней погоде, сезонной деятельности соединяются с народными приметами, поговорками, пословицами, а также правилами детских игр и загадками. Книга «Красные качели» носит не только познавательно-развлекательный характер, но и обучающий, развивающий. Иллюстративный ряд текста хорошо продуман и построен как галерея детских образов дореволюционного периода. В этом особая заслуга редактора, издательского дома-референт Татьяны Ефимовой. Использование дореволюционных картинок, открыток, как раз на тему детства, дает возможность читателям познакомиться с культурой художественного восприятия мира, детства, ушедшей эпохой. Но удивительно то, что в контексте содержания современной книги старинные иллюстрации являются вполне уместными и актуальными. Содержание книги «Красные качели» является прекрасным форматом семейного чтения, объединяющим взрослых и детей. «2024 год объявлен в России годом семьи» и это более чем востребованное издание. Следует указать, что опубликованная книга «Красные качели» это лишь часть большого издательского проекта «Годовое колесо», которое делается совместно Анной Александровной Бедамак с издательским домом-референт города Иваново. И нас ожидают еще подобная встреча с осенью, зимой и весной будущего года. «Годовое колесо» увлекает нас своими волшебными историями, которые рассказывает малышу автор, а также его предки, бабушки и дедушки. Анна говорит, «Дамак» получается, что помогает ребенку войти в удивительный мир русской традиционной культуры, разучить веселые стихи, познакомиться с пословицами и поговорками. А ее книга «Красные качели» может быть методическим пособием для подготовки мероприятий, мастер-классов, сезонной подделки и тематические занятия по рисованию, лепке в детских садах, начальной школе и культурных центрах. Я вас поздравляю с изданием книги «Красные качели». Ребятушки, я уже сказала, что в эту книгу я поместила игры моего детства. И вот у меня такие замечательные помощники. Это у нас творческое объединение радужинки. Это девочки-мальчики из нашего Плеса, которые не только вместе со мной, вернее, я им помогаю совершенствовать русский язык, потому что я очень долго преподавала в школе русский язык и литературу. Но мы еще учимся очень красиво читать стихи. Мы учимся очень многому, вот чему в школе, ну просто не успевает программа школьная дать то, что можно еще узнать. И вот сейчас мы предлагаем вам посмотреть игру «Колечко». Это игра ваших бабушек, дедушек, когда они были в вашем возрасте. Так, ну, давайте посмотрим. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Говори побыстрее, не задерживай добрых и честных людей. Вот у нас, значит, это у нас Вика. Она у нас водящая. Что она сейчас делает? Она сейчас кому-то положит колечко. Все держат руки лодочкой. Одному из них она положит колечко. Никто не знает, кому это колечко положено в ладони. Колечко, колечко, выйди на крылечко. Да, вот все игроки должны удерживать друг друга, чтобы этот человечек не выбежал. Но вот здесь не успели удержать. И у нас у Машеньки оказалось колечко. И вот она у нас будет дальше вести эту игру. А дальше она каждому игроку предлагает какое-то задание выполнить. Вика, тебе задание прочитать стихотворение из книги «Красные качели». Анна Александровна Кайдамак. А в праздник Троицы Христовой поздравить надо всех родных. Так что за месяц вы узнали? У лето он стоит в начале. Кто догадался? Да, вот там девочка у нас сидит, первая руку подняла. Что за месяц, скажи, как тебя зовут? Маша. Правильно. Это месяц июнь. А сколько примет у этого месяца? Ребятушки, а вот скажите, пожалуйста, а какие вы праздники знаете в июне? Так, девочка у нас? Первый день защиты детей. День защиты детей, правильно. Еще. Так, ну, пожалуйста, взрослому слову дадим. День летнего солнцестояния. Правильно. 22 июня. Еще. День рождения нашего великого поэта. Так, вот у нас девушка сидит там. А еще, какие праздники вы знаете в июне? Ну, как зовут? Как зовут? Соня. Правильно. Это же самый главный праздник у нас в году. День семьи. А мы-то, а мы что делаем? А мы какой праздник в феврале празднуем, которого у нас вообще нет? Какой? Нет, 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 нет. Я, знаете, если противописать празднику День семьи, то в феврале празднует не наш праздник. Какой? Какой это праздник? День семьи. У нас нет такого праздника. Это не наш праздник. Мы должны свои праздники знать, помнить и праздновать. А вот еще один очень важный праздник в июне. День рожая. День урожая. Нет, девочки, в июне урожая еще нет. Пожалуйста. Троица. Правильно. Как вас зовут? Ирина Алексеевна. Ирина Алексеевна. Совершенно верно. Это же главный праздник у нас. Троица. Так, продолжаем игру. Егор, тебе задание прочитать загадки. Что за серб, но другой? Весь контрачно золотой. Он сегодня маленький, через время старенький. Кто догадался? Месяц. Правильно, месяц. Не луна, а месяц. Как зовут? Вера. Так, Вера у нас получила волшебный конфет. Ребятушки, вы не просто конфеты съедайте. Вы сначала загадаете на конфеты. Так, ну, еще есть загадка? Давай. Говорит она, квак-квак, вот и все ее садят. А кто-то у нас вот здесь, первый подъемник. Алина Лягушка. Это не лягушка. Волшебный конфет. Еще не лучше, где есть. Давай. Алина Лягушка. Они подъемники, подружки. Все знают, что это. Я первая. Да, первая ты делала. Вот, да? Лягушки. Правильно, лягушки. Как зовут? Это же. Так, еще есть игрушка? Ну, у нас, походу, еще будут загадки. Садись. Так. Пошли подальше. Кирилл, тебе задание тоже прочитать стихотворение из книги «Красные качели». Так, давай, солнышко. Кто придумал облака? Белое, пушистое, пудреватое слегка. Очень-очень чистое. Может, лебеди свой пух в небе уронили. А когда он весь разбух, облако слепили, чтобы детям всей земли видеть в небе чудо. То слона, то корабли, но то верблюда. А вон там белые тюлени проплывают, не дыша, всем на удивление. А вон там, чуть-чуть вдали, будто черепашки. Нет, уже как корабли, а потом барашки. Если в небе облака, радуются люди. Эту радость на века сохранять мы будем? Да! Молодцы! Будем сохранять эту радость и любоваться облаками. Так. Ну, что он может рассказать нам ведущий? Да, вот ведущий. Что у нас может? Есть задание всей команды. Стихотворение Анны Александровны Гайдамак. Земляничка. Все грустила, земляничка. Не румяна мое личико. Ведь давно в разгаре лето. Только я не вижу это. Под листочком все сижу и от холода дрожу. Где же солнышко все бродит? Страной меня обходит. Без него погибну я. Бесполезна жизнь моя. Тут вдруг лучик золотой. Приподнял листок рукой. Здравствуй! Здравствуй, земляничка! Что ты прячешь свое личико? Выходи-ка поскорей. Не стесняйся. Не робей. Земляничка закраснелась. Видно, солнышке согрелось. Чем больше команда, тем дольше игра. И задания можно давать любые. Ну, ребятушки, если вот вам закончится поиграть, или у кого-то вопросы будут, давайте вот после нашей презентации все вопросы, какие у вас возникнут, вы мне зададите. Хорошо? Я очень наблюдаю за детьми, и за девочками, и за мальчиками. Иногда вот смотришь и думаешь, ну кто же вырастет из этого человечка? Иногда человечек сразу говорит, я буду танкистом. Вот у нас Егорушка, он мечтает вообще стать генералом танковой армии. И для этого он и боксом занимается, он чем только не занимается. У каждого ребенка должна быть мечта. Если эта мечта есть, значит, будешь идти к цели. Мечта обязательно сбудется. И вот у меня такое стихотворение однажды родилось. Из кого вырастают герои? А вот вы сейчас послушайте и решите. Из вас, наверное, тоже вырастут герои. Опять колени в ссадинах Бабуля зацдыхала. И весь живот в царапинах. Их тут совсем немало. Опять, что ли, был в дозоре? Или с врагами бился? Штаны, знать, на заборе порвать ты умудрился? И мажет йодом бабушка Все раны осторожно. Совсем не больно даже, Лишь так чуть-чуть немножко. Без синяков и шишек Мальчишек не бывает. Спросите деда, папу, Они-то точно знают. И уж не понаслышке Все бабушки считают, Что из таких мальчишек Герои вырастают. Ну, скажите, дорогие мальчишки, Знакомы вам с ссадины, ушибы? Правильно. Значит, можно смело сказать, Что здесь сидит Будущая гвардия героев. Давайте поаплодируем Нашим будущим героям. Знаете, вот как бы стать человеком, Сформировать в себе добрые чувства, Качества, отношения К младшим нашим братьям, Оно, конечно же, начинается с детства. Я вам сейчас хочу прочитать Еще одно стихотворение. А вы подумайте, Были ли у вас такие случаи, Когда вы тоже такие добрые дела творили? Ну, я, знаете, вот книжку Посвятила не только всем детям, Но прежде всего своим внукам. У меня двойняшки, Никита и Сережа, И часто они мне рассказывали историю. Вот рассказали. Бабушка, сидим, смотрим в окно, Идет дождь, А во дворе собачка под дождем сидит. Мы ее принесли, Положили на мамину кровать, А мама нас заругала. У меня родились такие строчки. В небе вдруг возникла тучка, Дождик за окном, Во дворе собака-жучка Не найдет свой дом. Может, жучка простудится, Дождик все сильней, Это вовсе не годится. Мы идем за ней. Принесли, в халат надели, Положили спать. Будет в маминой постели Лапки согревать. Только мама почему-то Рассердилась вдруг. Не поймем никак с Никитой, Жучка нам ведь друг. А кто мне скажет, Почему мама-то Рассердилась? Вот у нас мальчик Первую руку поднял. Как это за? Потому что собачку Она испачкала ей кровать. К сожалению, Волшебную конфетку мальчику, К сожалению, Жучку принесли, Доброе дело сделали. Ребятушки, А вот я хочу от вас услышать, А были ли у вас Подобные случаи? Уговоры? Маша, мы с папой гуляли У колоречки, Увидели котенка тонущего, Папа побежал за... Короче, снимать сидежду, Чтобы за ним прыгать, А он был прямо рядом, Я его вытащила. Молодец какой, Папа молодец. Аплодисменты, Папки и девочки. Молодец. Еще были подруги? Поделись свои стручки. Так, встань, пожалуйста, У тебя не слышно. На улице, Убил наш дом в деревне, Там был дождь, Там собаку нашли, Она очень выросла, У нас дома. Собачку спасли, Собачка выросла дома. Аплодисменты, Сонечка. Ребята, К сожалению, Вот у нас очень много бывает, Что и брошенные котята, И брошенные собачки, Они ведь тоже живые. Им бывает больно. Они иногда голодные, Хотят есть. Я живу в Плёсе, И ко мне приходят, Знаете, вот, Четыре-пять кошек, Зимой брошенные в семьи, Я их королю. Мне их всех очень жалко. И вот такие поступки, Вот как вы сейчас вот услышали, Две истории, Конечно, Как вы думаете, Они что в человеке формируют? Добро. 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 Еще что, Ты подняла ручку? Что формирует в человеке? Отзывчивость. Отзывчивость. Еще что? Помощь. Помощь ближнюю. Такой человек никогда не пройдет мимо человека, Нуждающегося в помощи. Так, Волшебную конфетку дайте. Еще что? Любовь. Любовь. Да, правильно. Еще? Заботу. Заботу. Значит, Такой человек никогда не обидит родителей, Не бросит в беде друга. И вот такие истории, У меня очень много таких историй, Я не буду их все вам перечитывать, А мы пойдем с вами дальше. Послушайте внимательно, Тоже стихотворение загадка. Помните, что у нас, Волшебные конфеты пока еще есть. Так, слушайте. О чем поют лягушки? В зеленой постели проснулись лягушки, И хором запели о чем-то квакушки, Доносится речь, с речки все громче, Ква-ква, их песнь бесконечна. О чем же слова? Зовут они дождик, Все громче поют, Им жарко немножко, Сплошной неуют. И вот уж над полем Раскатистый гром, Лягушки примолкли И в речку, На дно. Зачем же нам мокнуть, Сидеть под дождем? Мы лучше спокойно На дне подождем. Вы знаете такую примету, Что если лягушки, Ну-ка, кто мне скажет, Если лягушки квакают, То значит будет дождь. Так, правильно. А еще с лягушками, Какая примета? Если они всегда, Ну, они собираются И квакают, То значит будет, Ну, ливень и дождь. Будет, да, Чем больше лягушек квакающий, Будет ливень. Так, зовут как? Лиза. Волшебные конфеты. Сюда, так. Кто у нас здесь, Русюка поднимала? Как зовут? Маша. Маша. Ты какую примету знаешь? Громче. Будет гроза. Да, тоже верная примета. Так. Так, ты что хочешь сказать? Нет. Не хочешь сказать. Запомнили примету? Да. Так, ребятушки, А вот еще примета. Вот интересная такая картина бывает. Солнышко садится в тучу. Что же будет завтра? Так, ты у нас опять первая подняла. Ну, что за примета? Будет дождь. Правильно. Будет дождь. А вот скажи, пожалуйста, Там будут эти приметы, знаешь? Потому что, Я спрашиваю, Потому что меня рассказывает бабушка И искренне узнаю. Молодец. Молодец. Вот дай Бог здоровья и долголетия твоей бабушки, А ты больше, как можно больше узнавай от бабушки. Бабушки очень мудрые. Так. А вот другой случай. Внимание, все послушайте. Вы ходите утром на улицу. Солнышко светит, А дуванчики закрыты, И птицы не поют. Что будет через час? Может быть, я не могу. Правильно. Слушайте, откуда таких ребят умных набрали, а? Ребятушки, вы с тобой школы? Мы с тобой. Все понятно. Это замечательная школа. Я очень много наслышана об этой школе, И знаю, что там такие замечательные ребята. Ребята, а еще вы из какой школы другие? Соленская. Ой, это тоже чудесная школа. Работаем дальше. Но вы меня так порадовали. Знаете, это вот, когда человек так много знает, С ним так интересно общаться. Так, пошли дальше. У пруда на теплой кочке Изумрудные комочки То ли дремлют, То ли спят, То ли просто так сидят. Целый день на солнце пеки Загорают лежебоки. А в народе точно знают. А дальше я не буду строчки читать, А попробуйте мне досказать. А что же это за примета? Лягушки загорают. То у нас квакали лягушки, А теперь они загорают на солнце пеки. Так, кто ты у нас поднял? Давай, говори громко. Если лягушки загорают на солнце пеки, То значит скоро будет линия большая. Нет. Нет. Так, девочки, вот у нас Вот зеленая шапочка, Такая симпатичная, румяная. Ну-ка давай, говори. Если лягушки загорают, То будет солнце. Правильно. Извини, пожалуйста. Будет жара. Вот какая примета. И вот сейчас Мы с вами говорили-говорили. Я говорила вам, Почему так названа книга. А вот теперь послушайте стихотворение Про название книги. Почему так названо «Красные качели»? Послушайте сначала. Может быть, вы еще что-то добавите. «Качается лето на красных качелях, То в небо взлетит, зацепив облака, То звонко пройдется поросным купелям, Ей тихо журчат, подпевает река. Мы с летом моим посидим на тачелях, До радуги тонкой достанем рукой, Послушаем все соловьиные трели. Ах, летушка лето, останься со мной, Останься со мной хоть еще ненадолго. Мне так хорошо, когда рядышком ты, И каждый с тобою, и весел, и молод, Ты столько земле отдаешь красоты. Откуда взяло-то такие рассветы, И чудо-закаты над Волгой рекой, И берег холмистый, в туманы одетый, В сиянии звезд предрассветный покой. А лето в ответ разлилось ароматом, Душистой сирени мне прямо в окно, И вновь на качелях взметнулось над садом. Оно, как и я, в этот мир влюблено». Так, ну, вот прямо не терпится сказать. «Качели асселируются с летом, А красные, потому что это яркий цвет, А лето тоже яркое. И еще красные, но сначала красивые». «Молодцы!» «Последние». «Так, ну, что же, ребятушки, идем дальше. Я думаю, что это наша не последняя встреча, да? Если вы меня пригласите в школу, Я с радостью приду и с вами продолжим разговор. Ведь у нас еще книга про зиму, про осень, про весну. Так, а вот сейчас... Вы когда-нибудь слышали про хоровод? Да. А сами участвовали в хороводах? Да. Какие молодцы-то, а! А что такое, может быть, кто-нибудь скажет? А что означает хоровод? Что означает хоровод? Хоровод означает, когда люди собираются в круг и начинают по кругу ходить. По кругу ходить. Но это действие хороводов. Так, вы меня простите, но больше конфет нет. Без конфет согласны отвечать? Да! Молодцы! Так, кто же еще скажет, для чего вообще собирается хоровод? Ну, в хороводе обычно есть народ. То есть это обозначение, что народ – это группа, и ее надо поддерживать. Так, народ надо поддерживать. Еще? Еще хоровод – это в основном Новый Стренух. Все участники хоровода пели песни. Хорницы. Тоже правильно. Еще кто-то здесь? Пожалуйста. А вот я все-таки хочу добиться от вас ответа. А для чего? Вот они собираются, они водят этот хоровод, они играют, поют хороводные песни. А зачем это все надо? Так, ну-ка. Люди, когда в хороводе, они как объединяются. Они наслаждаются песнями других, сами играют для других, объединяются. Правильно, объединяются люди. Так, еще у нас вот здесь очень хочется сказать. Ну, хоровод, скорее всего, значит, укрепление коллектива. Оберно, укрепление коллектива. Еще? Чтобы люди сблизились. Чтобы люди сблизились. Все правильно. Ребята, вот в старину ни один праздник не обходился без хоровода. И вообще вот девочки, они с шестилетнего возраста уже должны были уметь ходить в хороводе. А учителями их были бабушки. Девочки должны были уметь плести венки. Вот, с шестилетнего возраста, и каждый год веночек плется из разных цветов. И каждый цветок, он что-то означает. Я вам расскажу такой вот замечательный случай. У нас долгое время, ну, очень долгое время, у нас хороводы не водили. Почему-то. Ну, наверное, увлеклись смартфонами, которые только появились. Ведь не оторваться же от этих мозговых примечий, верно? Как только сел в него, все, мозги поехали. И забыли про все хороводы. И вот такой случай. Сижу это я однажды на крыльце у себя дома. Стук в калитку. Открываю. Стоят девушки в русских сарафанах. Я смотрю, думаю, не приснилось ли мне. Нет. Они говорят, вы, Анна Александровна? Александровна, я говорю, да. А вы кто? Они говорят, что двое из них, там и мальчики, девочки были, они из Московского детского театра. И в Плёсе они отдыхают. Но вот им захотелось что-нибудь такое увидеть, чего нигде нет. Они спрашивали, спрашивали. Им указали. Говорят, да вот живёт Анна Александровна. Она много чего знает. И они мне говорят, а вы можете нас научить хороводы водить? Могу. Мы тут же спрелили к ней, потому что у меня домик стоит, а рядышком много цветов. И я им показала и рассказала про хороводы. Теперь они водят хороводы России. Они их называют хороводы мира и добра. На Красной площади, в Петербурге, на Сенатской площади, в Подмосковье. Недавно они вернулись из Крыма, проехались по городам Крыма. Такие хороводы, они только мне присылают отчёт. И люди объединяются в эти хороводы. И людей всё больше и больше. И вы правильно, ребята, сказали, что хоровод помогает людям объединиться. А потом ещё, когда идут в хороводе, получают дополнительную силу друг от друга, от земли, от цветов, от воздуха, вообще от всего мира, который нас окружает. И вот мы решили с радужинками вам сегодня показать, как же водился хоровод. Вы знаете, они у нас не танцоры. Они обыкновенные ребята. Это второй, третий, шестой класс. Вот если кто-то хочет присоединиться, два-три человечка, пожалуйста. Так, сейчас тогда вот присоединяйтесь. Вставите вот к Егорушке. Это у нас Егор, будущий генерал, как вы говорите, армии. Так, ну, кто у нас первый? Давай сюда. Давай сюда. Так. Боя. Ну, давай ещё ты сюда. Иди ты сюда. Ну, давайте вот весь первый ряд сюда. Так. Иди сюда. Иди сюда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 чтобы, наверное, сразу вот на этой встрече даже как-то молодеешь душой. Спасибо вам большое за эту теплоту общения, за напоминание о том, что мы русские люди, которые любят все живое на земле, каждую травинку. И замечательно, что ребята такие внимательные, что они знают свою природу. И вот сейчас впереди лето, и я надеюсь, они будут вспоминать вот эту нашу встречу, будут вспоминать книгу, и, может быть, даже вот приобретут сегодня эту книгу у Анны Александровны, потому что действительно иллюстрации очень интересны, прям залюбуешься. Вот, поэтому всем спасибо, что вы пришли сегодня к нам на эту встречу. А вот ребят, которые были вместе с Анной Александровной, приехали из Плёса, они были в дороге долго. Я хочу их особенно поблагодарить за то, что они очень украсили сегодняшнюю презентацию своими вот этими хороводами, своими костюмами изумительными. Вы посмотрите, какие вы все красивые. Я вот думаю, а если бы вот мы все так наряжались? Это, ну, красота просто неописуемая. Молодцы, ребята. И вот я сейчас хочу поблагодарить. У меня для ребят есть благодарственные письма. Подождите минуточку, они припрятали. Я пока Надежде Николай, Анатолий передаю. Добрый день, ребята и взрослые. Я являюсь председателем Общества любителей книги. И пришла поприветствовать вас от имени Общества книголюбов и поблагодарить Анну Александровну за прекрасную, отличную, выдающуюся книгу для детей. Вам понравилось? Да! Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли на эту встречу. И хочу пожелать вам новых прекрасных книг, новых встреч с замечательными поэтами и писателями в стенах этой чудесной библиотеки подарить цветочки Анне Александровне. Спасибо большое. И пожелать вам всем здоровья, успехов в учебе. Аня Александровна, новых творческих успехов. Спасибо. Так, Аня, продолжу тоже поздравления. Вот библиотека подготовила для наших маленьких актеров, можно уже сказать, благодарственные письма. Итак, Государственное бюджетное учреждение Ивановской области Ивановская областная библиотека для детей и юношества благодарит Кирилла Крылова за активное участие в презентации книги Анны Гайдамах «Красные качели», которая состоялась 28 мая 2024 года в Музее детской книги библиотеки для детей и юношества. Желаем успехов и творческих побед. Спасибо. Так, я уже не буду зачитывать текст благодарственного письма, а приглашаю сюда Егора Чернавина. Спасибо огромное за это участие в нашей презентации. Виктория Ленинкова, Виктория Ленинкова с таким красивым венком. Виктория, пожалуйста, и шоколадочку. АПЛОДИСМЕНТЫ Маша Шлямова, правильно? АПЛОДИСМЕНТЫ Машенька, спасибо огромное за участие. Ты самая такая взрослая здесь. Как ты идешь, так и все остальные за тобой в хороводе идут. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ От всей души благодарю вот от себя лично и от всего коллектива нашего, что вы приехали к нам, сделали это предложение, провести презентацию этой замечательной книги в стенах нашей библиотеки. Для нас это большая честь. И я думаю, эта презентация заполнится нам всем надолго. Так ведь? Вот, ваши произведения для детей погружают наших читателей в атмосферу природы и искренности. Они наполняют семейной теплотой и добром. Желаем вам творческого вдохновения, успехов и надеемся на дальнейшие творческие встречи. И от нас, Анна Александровна. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Александровна, вы теперь нас настроили на то, что мы будем в своих грандиозных библиотечных планах ставить презентацию книги об осени, о зиме, о лете. Вы нас уж информируйте, пожалуйста. И мы с удовольствием вас пригласим. И я надеюсь, было бы неплохо, если бы вот эти же ребята к нам пришли на встречу в 30-й и 22-й школе. Согласны? И узнать о других временах года в книгах Анны Александровны. Даже очень интересно, что это у нас на книге. Желаем действительно вам творческого вдохновения. Как вы это делаете? Ну, просто фантастически, волшебно. Вот погружение. Ну, не то, что в прошлое, а вот в лучшее что-то, что в нашей русской культуре, в нашей природе, вообще в нашей жизни. Спасибо вам большое. Я, в свою очередь, хочу библиотеку подарить эту книжку. Я думаю, что она найдет своих читателей и не будет пылиться на полках. И, знаете, по крайней мере, я желаю этого. Любовь Николаевна, вы примите такой подарок. Спасибо вам большое. И еще, ребятушки, вот стихи из этой книги постоянно в каждом номере публикуются вот в таком журнале «Читайка». Это сейчас один из популярных журналов у нас в России. Он издается в Москве. И вот я ту же самую библиотеку передаю. Пока что у меня три номера. Они все разные. Спасибо огромное. Присылают посылку. Я во всей библиотеке просто своим ребятам дарю эти журналы. Ребятушки, я вам рекомендую читать этот интересный журнал. Не заскучайте. Я вас уверяю, это гораздо интереснее, чем сидеть в смартфоне. Вот поверьте мне, откройте, не оторветесь. Чего там только нет. А еще, знаете, ведь человек на чем мудрее ты растет? Ну, как вы думаете? На книгах. На книгах, конечно же, на книгах. А у нас такая чудесная библиотека. Я желаю, Любовь Николаевна, чтобы у вас в библиотеку очередь, ну, по крайней мере, километра три была. Ой, как раньше. Как раньше. Я помню свое детство. Нам книжку давали на неделю прочитать. Вот два капитана мне дали на три дня и три ночи. Я читала под одеялом ночью с фонариком. И оторваться не могла. Но эта книжка у вас в будущем. Сейчас у вас другие книжки не менее интересные. Ребятушки, я вам желаю, чтобы у вас интерес к книгам был огромный. Потому что только в них вся мудрость, весь интерес, все самое лучшее в книгах. Будем читать книги? Да! А поднимите руки, кто записан в нашей библиотеке. Я. Ой, не так важно. Ну, я надеюсь, что после сегодняшней встречи вы придете... Сегодня не получится. Она пройдет еще несколько этапов для того, чтобы попасть к читателю. А вот поскольку она у нас будет одна, так, пожалуй, только здесь почитать можно будет в читальном зале. Анна Александровна. А в том, что обязательно. Ребятушки, знаете что? Вот книжка, ее можно купить. Да? А еще книжка продается на Озоне. Можно там заказать. То есть доступ к книжке есть. Ну, что? До свидания, мои дорогие читатели. До свидания. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ На зеленой солнечной опушке прыгают зеленые ледушки. И танцуют бабочки и подружки разведаются кругом.